Приветствую всех на канале Корейская Кухня Проще Простого. Сегодня готовим пигодя с мясом и джюсай. Что вам для этого понадобится? Мука высшего сорта, говядина, джюсай, репчатый лук, паприка, черный перец, растительное масло, сахар, сухие дрожжи, соль и молотый кориандр. Сначала замесим тесто. В глубокую посуду просеиваем 500 грамм муки высшего сорта. Сюда же добавляем половину чайной ложки соли. В 350 миллилитров теплой воды добавляем половину чайной ложки сахара и чайную ложку сухих дрожжей. Перемешиваем до растворения дрожжей. Оставляем на несколько минут, чтобы появилась дрожжевая шапочка. Дрожжи активировались. Замешиваем тесто. Дрожжевой раствор добавляем небольшими порциями. Всего этого раствора может не понадобиться. В описании под видео будет указано точное количество воды, которое было использовано для замешивания теста. Замешиваем вот такое мягкое тесто. Оно достаточно плотное и если тесто положить в чашку, оно не должно растекаться, не должно терять форму. Теперь накрываем тесто пленкой или крышкой. Ставим теплое место на полтора-два часа, чтобы тесто хорошенько поднялось. Пока тесто поднимается, приготовим начинку. Репчатый лук нарезаем кубиком. Джуссель нарезаем на кусочки по полтора-два сантиметра. Мякоть говядины нарезаем на мелкие кубики. Вместо говядины можно взять любое другое место. В сковородке разогреваем 50 миллилитров растительного масла и начинаем обжаривать лук. Лук обжариваем до голотистого цвета. Лук обжарился, добавляем мясо. Добавляем половину чайной ложки соли, половину чайной ложки молокого кориандра, половину чайной ложки черного перца и одну чайную ложку паприки. Жарим мясо с утра еще несколько минут, пока вся жидкость не испарится. Жиркость испарилась, выключаем плиту. Еще горячее мясо выкладываем на джуссель. Все хорошенько перемешиваем. Начинка готова. Ждем, пока поднимется тесто. Тесто поднимется. Переминаем. Тесто переминаем и одновременно формируем из него толстую колбаску. Теперь делим ее на две части. Каждую часть раскатываем еще раз и делим на кусочки. Примерно по 50 грамм. Присыпаем кусочки мукой. Делаем из кусочков теста вот такие лепешечки. Заготовки складываем в пакетик. Прежде чем начать лепить пикоди, подготовим листы вантоварки. Смазываем их растительным маслом. Раскатываем тесто в толстый блинчик. Кладем начинку. Защипываем косичкой. Пикоди налеплены. Теперь нам нужно поставить пикоди на растойку, для того, чтобы они увеличились в размере в полтора-два раза. Поэтому с самого начала оставляем между ними достаточное расстояние для растойки. Закрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 1 час или полтора, в зависимости от температуры в вашей комнате. Пикоди поднялись. Они должны стать примерно такого вида. В кастрюлю от мантоварки наливаем воду. Примерно треть от объема кастрюли. И даем воде закипеть. Листы с пикоди ставим только на кипящую воду. Накрываем крышкой. И парим пикоди 40 минут. Прошло 40 минут. Выключаем плиту. Листы с пикоди сразу же снимаем с кастрюли. Пикоди с мясом и джюсаем готовы. Можно подавать к столу. К пикоди обязательно подаем соевый соус.